МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такая честь, так сказать, как переходящее Красное Знамя в преснопамятные времена, это значит, что вы официально признаны лучшим израильским автором? Нет, от которой подвернулся просто. И все, кто подвернулся и может поехать. Так что едет кто угодно. Я согласился, и я поехал. Нет, нет, здесь никаких, поверьте мне, знаков отличия нет. Едут самые различные люди, и какая разница, кто открывает. Был бы павильон хороший. Прежде чем я задам следующий вопрос, я предлагаю поиграть вам в такую игру, которая вам хорошо известна, вы не раз своим друзьям и знакомым... Две строчки ваши? Да, совершенно верно. Вы уже догадались. А к концу программы, если получится, то и раньше, пожалуйста, вы и закончите это стихотворение, или там четверостиши, как получится. Может быть, даже поэма вырастет. От Хайфа и до Магадана читают люди Губермана. И дальше вы продолжите. Готово. Видно, скоро Губерман сам поедет в Магадан. Тогда следующий вопрос, чуть более серьезный. Вот по впечатлениям этой выставки, ярмарки книжной, естественно, по впечатлениям того, что происходило в израильском павильоне, в каком соотношении там была представлена русскоязычная литература, изданная в Израиле, и та литература, что была на иврите. Вы знаете, там на иврите литературы совсем не было. Да это и ни к чему. Ярмарка русскоязычная. Там было несколько замечательных израильских авторов, которые были там представлены. И там было представлено уникальное, которое у нас есть издательство. Оно называется «Гешарим. Мосты». Мосты культуры обычно. Гешарим торбует. Гешарим. Они сейчас представили, ну, книг 50 или 60. И я думаю, повторяю, такого издательства нету больше нигде. Это всё о евреях и то, что связано с евреями. Это и еврейская история, это о хазарах, естественно. Там научные труды, научно-популярные, даже научные там доступные. Короче, там про историю евреев безумное количество книг. Прекрасных. Что касается остальных литературных, как бы, достоинств литературы Израиля, то здесь, вы знаете, у меня очень просто по старости есть очень крупные нарекания. Потому что здесь очень интересная штука. У нас есть авторы очень хорошие, которые издают книжки за свой счёт. Издательств нету практически, их немного. Вот сейчас, по-моему, Гешарим только и остался. У нас, например, есть замечательная поэтесса Ларина Дымова. Ларина Дымова. Со своим голосом, со своим стилем, со своими шутками, изумительный юмор, прекрасные стихи. Поверьте мне, я недоброжелательным своим коллегам. Вот. И по старости, и по профессии. Она издала уже несколько своих книг. Я пытался в российских издательствах эти книги, чтобы превратились в сборник стихов. Они все боятся. И понять их можно. Предприятие коммерческое. Государство больше не окупает всяких кочетовых и так далее. Не хотят рисковать. И вот такая вот ярмарка могла бы помочь раскрутке такой, как она. Понимаете, если бы были её книги, то там же ходят и издатели. То какой-то издатель купился бы на прелесть её, так сказать, стиха. Нету этой книги. У нас есть изумительный прозаик Алекс Старн. Алекс Старн. Он пишет и детективы, и приключенческие воображения у него сумасшедшие. Настоящий автор. Настоящий. Вот если все говорят, Израиль – это Дина Рубина, то Алекс Старн на уровне, поверьте мне, потрясающий писатель. Нету его тоже книжек. Не было. И это не вина израильского культурного центра. Они всё организовали изумительно и всё прекрасно. Очевидно, такими вещами на ярмарках должны заниматься кто-то, кто живёт в Израиле. Не дозанимались. И мне очень жалко нескольких авторов, очень хороших. У нас есть литература на русском языке, которые могли бы быть представлены. Ну, вам грех жаловаться. Вы автор очень многих изданных книг. Моей книги не был ни единой. Но на этой выставке. А вообще? Вообще не с полным полном, да. Мне интересно, а у вас в домашней библиотеке хранится ваша самая первая малюсенькая брошюра с романтическим названием «Локомотивы прошлого и будущего». Настоящего и будущего. Настоящего. Она где-то есть, да. И вообще научно-популярные мои старые книги есть. И мне их иногда даже приносят на подпись на концертах. Но больше всего приносят, больше всего меня трогает на самом деле, когда приносят рукописи сам из дата. Знаете, на машинке, шлепой шрифт, там третий, четвёртый. Ещё в синтаксис, да? В 70-х годах стишки. Теперь, возвращаясь к вашим знаменитым четверостишим, я думаю, что вы не раз уже отвечали на этот вопрос. Но всё-таки, чтобы поставить все точки над... Йо. Совершенно верно, вы знали. А кто предтеча? Это Дон Аминато? Или это какой-то другой автор? Может быть, это Саша Чёрный? С чего вот для вас всё психологически как автора начиналось? Вы знаете, я обожаю Сашу Чёрного, я сошёл с ума от счастья, когда читал Дона Аминато, я ещё и Хаяма читал, и тоже был очень счастлив. Поэтому я просто не могу сказать, я эпигун, сразу множество замечательных поэтов. И потом мне однажды покойный драматург Файко, вот который человек с портфелями, многие его знают, мы, несмотря на разницу в возрастах, дружили очень. И как-то я ему прочёл несколько своих четверостейшей, и он мне сказал, старик, да ты же Абрам Хаям. И я был просто счастлив. А сколько лет такому способу самовыражения? Я вот посчитал, мне показалось, что уже около 50. То есть юбилей либо грядёт, либо уже отправлен. Да что-то такого типа, я где-то в начале 60-х стал писать эти стишки. А, вы знаете, всё-таки, нет, в начале 60-х. Ну и завывал их в дружеских компаниях. Увидел, что всё это хорошо, а главное, коротко. Ведь в дружеских компаниях на пьянке начнёшь читать, тебя сразу обрывают, говорят, заткнись, иди, лучше я почитаю, и так далее. Я дружил с очень хорошими поэтами. Рад их упомянуть, кстати, потому что они на меня оказали огромное влияние, хотя совершенно другая техника письма, что ли. Я говорю о Саше Аронове покойном, я говорю о Юрии Смирнове покойном. Это были замечательные поэты. У вас очень часто и плодотворно выходили из-под пера или компьютерной клавиатуры книги воспоминаний. Что сейчас больше требует сердце, душа? Это четверостиши, это гарики или мемуаристика? Вы знаете, со стишками всё очень просто, они сами вытекают, они выделяются просто как желчь из печени, потом их только остаётся обрабатывать. А с прозой очень тяжело, потому что Пушкин когда-то сказал, что проза требует мыслей. И тут сидишь мочишься, мыслей никаких нету, поэтому прозу писать гораздо тяжелее на самом деле. Но я пишу всё равно всякие воспоминания, поскольку езжу по разным городам, и в разных городах слышу разные слова, что-то наблюдаю, что-то интересное. Могу вам как пример рассказать, например, в Калининграде я услышал фразу Черномырдина, покойного, которую больше никто не знает. Там в честь него был банкет, и официант ему налил виски и говорит, вам льда кинуть. А Черномырдин ему так надменно говорит, если бы виски пили со льдом, он бы так и продавался. Вот гениальный был человек. Ну, у вас есть четверостиши по поводу прозы, опосредованно, конечно, это связано. Я довольно замкнутый мужчина, мысли не дарю я никому. Помните дальше? Ботника я не помню, уже извините. Есть на то печальная причина, мне их не хватает самому. Да, вот совершенно точно, я однажды, видите, правильно написал. На заре вашей литературной деятельности рождались научно-популярные книги. Вас, не знаю, в силу каких причин... Я ими кормился, я три книжки написал, а четыре зарезанных. Очень приятно сказать, что издал три, а четыре еще были зарезанных. Но вот одна книга касалась, была книга по бионике, и были книги, связанные с изучением человеческого мозга. Вот те научно-популярные познания вам в литературных трудах хоть раз пригодились? Нет. Нет? Нет. Я имею в виду, в серьезной, конечно, литературной. Знаете, я сотрудничал в журнале «Знание и сила», ну, в отделе «Сила», разумеется, знаний всегда не хватало, молодой был. И вот там меня один товарищ Роман Подольный, тоже уже покойный, он очень правильно меня как-то научил. Он сказал, что если хочешь о какой-нибудь теме, наученной что-нибудь узнать, пиши об этом книгу, самый лучший вариант. Вот так и я. Я заинтересовался психиатрией, меня очень интересовала психология, потому что, вы знаете, я не мог понять психологию советского человека и советской власти. Вот как можно так гноить стороной, не мог понять. И мне все время об этом хотелось написать. Поэтому в одной книге мне это удалось немножко написать, «Чудесах, трагедиях черного ящика», а еще четыре книги были зарезаны. Тогда же была очень хорошая такая формулировка «Обилие неконтролируемых ассоциаций». Ух ты, я не слышал такого. Да, говорили все редакторы, да. Прекрасно. Я не знаю, слышали ли вы эту байку про одного писателя в Москве, который после дружеской вечеринки, посвященной выходу его очередной книги, ловит такси, останавливается машина, шофер его спрашивает, куда везти. И тот так вольготно, вальяжно отвечает, да вези куда хочешь, я всюду на расхват. Вот когда вы впервые столкнулись со своей популярностью, вот это было состояние ушиба, что это? Я только вставлю маленькое замечание, которое мне кажется очень неуместным. Вы это слышали уже как анекдот, да? Я это слышал, да, как байку. Вы знаете, а я это слышал своими ушами от пожилого художника в Киеве. Он при мне это сказал, он был пьяный в сардельку, скажем так. Он рассказывал это про себя или про кого-то? Он таксисту это сказал про меня, при нас. Нас там было человек пять, можно привезти свидетелей. Это было лет 10-12 тому назад. Так все очень быстро разлетается. Со своей известностью. Вы знаете, я столкнулся со своей известностью, куда я был в ссылке. И совершенно не по поводу книжек. Это 79-80 год. Это 80-й уже год, да. Я работал в таком открытом угольном бассейне. Угольный разрез такой, из него открытым способом добывают уголь. И между нашей деревней Бородино и этим бассейном было плохо. Естественно, плохо с транспортом. Но выходишь там на дорогу, где идут машины, углевозы, поднимаешь руку, первая же машина останавливается. И вот я проработал в Бородине, ну, недели три, не больше. Выхожу, поднимаю руку, сажусь, мы с водителем закурим. Он меня так смотрит и говорит, парень, это ты и есть. Я говорю, конечно, это я и есть. А в чем дело? Он говорит, ты понимаешь, мне ребята сказали, здесь на трассе какой-то всем говорит спасибо, пожалуйста. Вот это было мое первое известное. Как приятно. Очень. Я был счастлив просто. Хочется еще немножко писательской кухни. Вы в одной из своих книг воспоминаний говорите, что у вас есть блокнот, куда вы все записываете. Этот блокнот пухнет, пухнет. Или вы оставили это занятие? Ну, во-первых, я его теряю периодически. Во-вторых, я их меняю, как носки. Вот. И я записываю все время, потому что, вы знаете, потом же все это забудешь. Я столкнулся сейчас с писательской замашкой, дико неприятной. Не буду говорить, кто, потому что чудовищно известный человек. Мы вот только что сейчас пили водку и виски. И он вытащил блокнот. И стал за нами записывать. А такая мерзота, это так неприятно. А в те годы, когда я записывал, вообще нельзя было вынимать блокнот. Потому что тут же все переглядывались и понимали, что стука здесь сидит. Ну, конечно. Да. Поэтому я бегал записывать в уборную. С понтом мне надо было в уборную. Я выбегал каждый минут 10. Ну, в зависимости от того, с кем имел дело. Потому что я, по счастью, благодаря своей покойной тещи Лидии Борисовны Лебединской, я общался с удивительными людьми, устное творчество которых, к сожалению, нигде не отражено. Была такая поэтесса Людмиловна Давидович. Автор песни «Как подругам и родину, любим свою, хорошо на верхней полке у раскрытого окна». Она была человеком неисчерпаемого остроумия. И в запасе у него было дикое количество шуток. За ней я записывал непрерывно. За Файко. Потом мне очень повезло. Я в течение трех дней был шофером у Зинаи Фимча Герта. То есть они просто у нас остановились в Иерусалиме у нас дома. Жили. Герт не любил жить в гостинице. Они остановились у нас. И я его возил. К любимому, например, я его возил. И когда эти два старика начали разговаривать, я чуть не сошел с ума. От счастья байки эти сейчас воспроизводить не могу, хотя потому что они неприличные. Но разговор был изумительнейший. Вот бегал, записывал. Нет, это счастье, такие разговоры. Гарики на каждый день. Это уже очень известная фраза во всем мире. Сколько этих дней сейчас? Такое ощущение, что неделя становится просто очень и очень большой. Вы имеете в виду количество стишков? Где-то под 9 тысяч. Я сам не считал. Я говорю, Фоман Батника, ну что поделаешь? Дай бог, дорогой Гарик, чтобы ты побольше не становился бедным Йориком. Ой, это фраза Лешковского. Ну вот видите. Да, это Южа Лешковский мне прислал телеграмму. Он и Саша Горелик. Спасибо, Батника, я постараюсь. Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» писатель и поэт Игорь Губерман. Всего доброго. Обязательно увидимся. Счастливо.